Сегодня Золотая Ведьма Беату Ричи выписывает для каждого из вас билет на просмотр 126 части новеллы «Когда плачут чайки». Такими темпами иду билет в Золотую Землю недалеко, но это уже опционально. Мы начинаем с вами седьмую главу, которая имеет название «Магия другого толкования». Такая вот иного толка, седьмая глава в шестом эпизоде. «Лёс Гец». «Жуткий шум ветра и дождя. Я снова в тумане, очнулся на кровати». Палец, откушенный ведьмой, всё ещё был на месте. Я не говорю, это была иллюзия, только то, что он по-прежнему у меня был. В конце концов, боль и следы от зубов, будто ведьма укусила его, никуда не пропали. И тем не менее, окно, которое я разбил, было как новым, словно его и вовсе не разбивали. Как мне выбраться из этой жуткой комнаты? Почему я заперт в ней? Совсем один. Я хочу выйти. Мне нужно выйти. Выпустите меня отсюда. Дверь была перекрыта твёрдой цепью. Быть может, кто-то эмоционально ощущал себя в образной такой комнате и долго не мог вырваться тоже. Я мог открыть в ней лишь щель, в лучшем случае, достаточную, чтобы выглянуть в коридор. Через неё даже сложно просунуть руку. Окно тоже не шелохнётся. Ничем не лучше окна в тюремной камере. В ванной окон вообще не было. Оттуда могла выйти только вода текущая, если... Вода текущая, если повернуть кран. Что бы я ни делал, у меня не получается придумать способ выбраться отсюда. То, что я заперт здесь, делает меня настоящим пленником. Если меня не придут спасти, я никогда не смогу выйти отсюда. Тогда почему бы мне не позвать на помощь? Да, я могу открыть в двери крошечную щель для этого. Но как мне сказать? Ранее я пытался позвать на помощь, но почему-то слова не вышли из моего рта. Я мог что-то неправильно понять. Может, я просто потерял голос в спешке и растерянности? Открою ещё раз щель двери. Из коридора лился тёплый свет, всё больше выделяя темноту комнаты. Я не слышал голосов, но чувствовал нечто мирное. Наверняка все радостно болтают о чём-то в комнате на другом конце коридора. Если я смогу позвать на помощь, меня обязательно придут спасти. Сдерживая неописуемый страх, я попытался закричать ещё раз. Но результат был тем же. Словно попытки кричать под водой. Я лишь задыхался, не в состоянии позвать на помощь. Я мог говорить сколько угодно, ворчая себе под нос в комнате. Но всякий раз, пытаясь сделать так, чтобы мой голос вышел за её пределы, я задыхался и ничего не мог сказать. Понятно. Не только я сам заперт в этой жуткой закрытой комнате. Мой голос тоже. Думая, что можно позвать на помощь другим звукам, я яростно хлопал дверью, отчего гремела цепочка. Да, это вызывало шумный звон, но ничуть не помогло. Даже такой грохот заперт внутри этой закрытой комнаты. Каким бы звук не был резким, я уверен, он будет тише, чем от листа, упавшего на другом конце коридора. Чтобы позвать на помощь, я гремел ненавистной цепочкой, запирающей дверь, но это только усугубило моё отчаяние. Это... цепь. Какое-то безумие. Секунду назад цепочка была до того крепкой, что казалось, будто на такую запирали монстра. В какой-то момент она превратилась в обычный цепной замок. Это всё меняет. Теперь я просто могу открыть его изнутри. Я попытался снять цепочку, но она не была достаточно длинной, пока в двери открыта щель, и у меня ничего не вышло, естественно. Спокойно. Я сглотнул и тихо закрыл дверь. Затем, увидев, что цепочка достаточно ослабла, я дотронулся до неё пальцем, чтобы убедиться. В детстве я ненавидел цепочки, потому что никогда не мог их правильно снять. Но это было давно. Теперь я могу. Такое все могут. Это просто. Звон. Мне показалось, что демон, который запер меня в этой комнате, устроил ловушку, чтобы дать мне надежду, а потом погрузить меня в ещё большее отчаяние. Но я пока прогнал эти мысли. Я отпер цепной замок, и у меня на глазах цепочка соскочила. Теперь ничто не запирает эту дверь. Пожалуйста, не мучай меня больше. И просто откройся, как обычно. Дверь медленно открылась. Мне пришлось закрыть её, чтобы снять цепочку. И тёплый свет из коридора был отрезан. Если я снова её открою, вдруг этот свет исчезнет. Я боялся даже этого. Но это просто моё воображение. Медленно. Быстро. Нет, думаю, нормально для двери. Дверь раздражающе заскрипела. И выход из этой проклятой закрытой комнаты наконец открылся. Ха. Ха-ха-ха. Получилось. Получилось. Даже мой радостный крик был заглушён. Но какая теперь разница? Мне удалось выбраться. Вот что главное. Я высунул голову и осмотрелся. Тёплый коридор. Я чувствовал, что люди хорошо проводят время на другом конце. Все прямо там. Скорее туда. Я? Горло вдруг сдавило нечто холодное и безжалостное. Как будто на шее оказалась железная петля и сильно потянуло сзади. Нет. Не как будто. Без моего ведома в какой-то момент у меня на шее оказалась толстая металлическая петля. Когда? Обернувшись, я отчаялся ещё больше. С внутренней стороны двери, открытой мной только что, прямо к моему воротнику тянулась толстая цепь. Я потянул её, но она даже не ёрнулась. Когда я потряс её, скрипнула вся дверь. Что за... Чёрт! Цепь, связанная с моим воротником, была прикреплена к внутренней стороне двери. Да, та исчезнувшая цепочка, недавно запиравшая дверь, вдруг стала цепью, удерживающей меня. Невозможно. Невозможно! Чёрт возьми, да что это такое? Я изо всех сил потянул её, пытаясь сорвать всю дверь. Но из повторяющихся опытов мне уже было ясно, что она даже не шелохнётся. Уверен, цепь исчезнет, как только я вернусь в комнату. Но никогда не даст мне выбраться оттуда. Хотя она стала напоминать обычный цепной замок, на самом деле ничего не изменилось. Цепной замок по-прежнему связывал меня с этой комнатой. Но когда вот он вышел, он же смог говорить и как-то даже воспрял. Можно было, если уже вышел, попробовать крикнуть или опять звуки не выходили изо рта. Со стекающими по лицу слезами я силой дёрнул цепь. Всё было совершенно напрасно. Что бы я ни делал, мне не разорвать её. И даже нельзя звать на помощь. Я разозлился от того, как демон всего на мгновение безжалостно доставил меня подумать, что я спасён. Но сколько бы я ни кричал, голос мне не ходил, и на другом конце коридора меня никто не слышал. Тогда я заметил странное пятно на стене коридора. Нет, не пятно. Слова, написанные пальцем, измазаны в красной краске. Эти слова, выглядящие так, будто их написали кровью, ответили на мой главный вопрос. Цепной замок должен быть заперт. Его можно отпереть, но затем он должен быть заперт снова. Пока он не заперт, тебе не уйти. Я сразу же понял смысл этого зловещего послания. Я последовал ему и понял окончательно. Когда я вернулся в комнату и повесил цепочку, каковы на шее исчезли. Когда опять снял её, ощущение тяжести на шее вернулось. Пока цепочка не висит, мне не покинуть эту комнату. Тогда почему бы не повесить её снаружи комнаты? Я опять снял цепочку. На шее снова появился ошейник и цепь. Я вышел в коридор и закрыл за собой дверь, оставив только небольшую щель. Просунув в неё руку, я схватил свисающую цепочку и попробовал повесить её. Чёрт побери! Это было так легко сделать изнутри, но почему так трудно снаружи. Чтобы хорошо управлять цепочкой, щель должна быть достаточно широкой. Однако так цепочка становится слишком короткой. Чтобы удлинить её, нужно закрыть дверь ещё немного. Но так я вообще не смогу просунуть туда руку. Конечно, ничего удивительного. Цепные замки сделаны так, чтобы отбираться изнутри. Они были бы абсолютно бесполезны, чтобы их можно было отбирать на великой змеи. Вот почему эти длины цепочки специально подбирают. Так, чтобы её нельзя было повесить или сбросить снаружи. Тогда может воспользоваться таким же тонким и твёрдым инструментом. Если зазор в двери всего шириной с палец, его более чем достаточно для того, чтобы длины цепочки хватило. Знаете, что мне очень нравится в этой новелле? Это уже не в первый раз, не во второй. Я ловлю себя на этой мысли. И в этом есть большой талант писавшего автора, что перед тем, как появилось сообщение, я подумал, что тогда, наверное, можно было это сделать каким-то инструментом, вроде карандаша или чего-то там, какой-то стальной тонкой палочки. И только я об этом думаю, следующее сообщение выходит такое. Я ловлю себя на мысли, что это уже не в первый раз при правочтении этой новеллы. То есть автор, писав новеллу, возможно, продумывал ход мысли и специально подавал материал так, чтобы, ага, у читателя возникла такая мысль, и тут же это подать. Это мне очень нравится. Вот это прям круто. Поэтому я давно хотел это отметить. Может быть, уже я отмечал, потому что 125-я часть, могу чего-то не помнить. Но неважно. Даже если повторяюсь, это очень сильная сторона. Произделение. Так. Если бы я сакнул проволочную вешалку, чтобы ее можно было просунуть через щелезь, и поработал с цепью. Точно. В стороне от двери стоит шкаф. Может, там есть вешалка? Нашел. О, слава богу! Там ведь тело дешевая, она ведь вешалка, похожая на вешалку из прачечной. Немного людей знают, что вешалка это еще так же тремпель. Есть такие в комментариях? Если да, то пишите. Довольно интересная история с этим словом. Ну ладно, это другая тема. Правда? Я больше чем уверен, что когда в последний раз заглядывал в шкаф, там не было ничего такого. Ах, какая разница. Скорее, скорее! Я скрутил проволочную вешалку, согнув ее кончик. На конце образовалась петля для захвата, напоминая инструмент грабителя. Затем я снова выскочил в коридор и почти до конца закрыл дверь. Знаете, мне же снова пришло представить, если он в итоге вырвался из этой комнаты, залетает в комнату, в другую, и там все радостно идут этот разговор, и он начинает просто кричать, что я здесь, а все как будто его не замечают. Вот тоже как в таком каком-то жутком сне. Когда люди вокруг все проходят, как будто тебя просто не существует. То есть ты можешь орать им в уши громким голосом, а они вообще не реагируют, потому что ты как будто в каком-то другом измерении, в котором они тебя не видят. Может что-то такое и будет. Затем я снова выскочил в коридор и почти до конца закрыл дверь. Мое запястье никогда бы не прошло через такую щель. Но если я так закрою дверь, цепь удлинится. И эта щель достаточно широка, чтобы просунуть через нее проволоку. Теперь это лишь дело техники. У меня обязательно получится, если достаточно попытаться. Я уверен. Это сложнее, чем кажется. Но цепочка достаточно длинная. Такое возможно. Я наконец получил на руки способ спастись. Да, он сложен, но теоретически возможен. Если так, то я смогу выйти. Я смогу выбраться отсюда. Кому-то это нравится. В тот момент я почувствовал тяжесть с противоположной стороны двери. Будто кто-то из комнаты надавил лбом на дверь и приближался. И она, ведьма, смеялась. Затем проволочную вешалку с силой схватили. Она пытается отобрать ее у меня. Так как же, будто я отпущу. Черта с два я позволю украсть свой единственный ключ к спасению, ослабив бдительность. К счастью, я просуну туда запястье, чтобы не вронить проволоку, если у меня устанет рука. Ты не сможешь вырвать ее из моих рук. Ведьма по другую сторону двери наблюдала за мной и смеялась. Тогда я заметил нечто странное. Я посмотрел на свою левую руку, которую прижал к двери, чтобы она не двигалась. И между пальцами этой руки увидел что-то красное. Красные слова. Я сразу же понял, в какой-то момент на двери появились еще более кровавые буквы, и моя левая рука закрывала ее. Все еще, борясь с невероятно сильной ведьмой по другую сторону двери, я убрал левую руку. На месте, где она была, действительно были написаны кровавые слова. Будто кто-то с самого начала предвидел, что я буду так действовать. Послание от ведьмы. Цепочку никак нельзя повесить или сбросить снаружи. Все хитрости из коридора перекрыл красный текст. Мне не может быть. Неожиданно раздался страшный звук, и сила, которая давила на вешалку, вдруг отпустила. Вытащив ее и посмотрев, я потерял всякую надежду. Как будто во тьме комнаты на него пролили кислоту. Кончик вешалки горел и пузырился, а затем растаял. Теперь она ничтожно коротка. Ее нельзя использовать. Бесполезно искать замену. Все схемы по запиранию цепного замка из вне перекрыты. Черт, черт, черт! Я бросил остатки проволочной вешалки на пол, посмотрел в коридор полный теплого света и позвал на помощь. Но только задохнулся, не в силах говорить. Остальные всего лишь в другом конце коридора. И всем хорошо там. Я не слышу их, но знаю. Они наверняка отлично проводят время за игрой в карты. Пожалуйста, заметьте. Кто-нибудь, помогите! Огонь! Теперь добавился и мужской смех. На сей раз это был не голос ведьмы, а счастливые голоса всех остальных, которые доносились с другого конца коридора. Кто-нибудь, придите сюда и спасите меня! А-а-а-а! Извините, но я выхожу! Джордж сбросил последнюю карту, снова закончив игру победой. Своей победой. Все в один голос ахнули. Наслаждаясь игрой в карты, кузены наполнили комнату смехом. Так она и впрямь была у тебя, Джордж! Что ты проклятая шестерка пик! Твоя восьмерка бубен тоже была ужасна! Ай, еще бы немного! Ты невероятен, братик Джордж! Снова победил! Ага, кажется, мы опять выиграли. Мария не могла постоять за себя в решительной битве, так что она объединилась с Джорджем и поэтому праздновала его победу. Полный провал. Канон поморщился и выпустил карты из рук прямо на стол. Игра в семерке, в которую играли он и кузены, была ожесточенной битвой. Как правило, при Марии они воспринимают все легко, поэтому такая игра была редкостью. Канон, не желая проигрывать, начал воспринимать игру всерьез. Джордж и Батлер ответили тем же, и битва накалилась. В отличие от Батлера, который, благодаря своей беззаботности, наслаждался игрой независимо от того, побеждает он или проигрывает, настроение Канона с каждой победой и поражением резко менялось. У Канона всегда холодно отрешенное настроение. 50 оттенков нелюдимости проявлялось, значит. 52. Больше похоже не на неприязнь к проигрышам, а на отсутствие привычки играть. Он не привык торговаться с соперниками победами и поражениями, поэтому всерьез воспринимал даже проигрыши в игре. Канон решил выиграть, но, к сожалению, с такими опытными игроками, как Джордж и Батлер, результат был налицо. Когда он резко опустил плечи, Джешка хлопнула его по спине. Почти, почти получилось! Обожаю такие напряженные битвы. Напряженные или нет, все напрасно, если в итоге проигрывать. Шутишь? Если правда выкладываешься на полную, то какая разница, проиграешь ты или нет? Проиграв после тяжелых попыток, ворчишь и жалуешься на то, что победил бы, а снесись к этому серьезнее. Именно, те, кто действительно старается, никогда не жалуются. Они всегда бодры, независимо от результата. Верно, и такие люди страшнее всех. Они всегда узнают нечто новое и взрослеют. Да, я был трусом и никогда ничему не мог научиться. Похоже, я до сих пор не зрел. Я мебель, поэтому бесполезно мечтать. Из-за непоглебимой веры в это он отстранился от всего и замкнулся. Куда уж больше, он был замкнут максимально. Однако за это время Шанон перетерпела много жизненных приключений. И вот, ее рука коснулась двери, разделяющей мебель и людей. К прежнему Канону эта игра в карты показалась бы лишь способом скоротать время. Но нынешний Канон смог взять из этого опыта нечто новое. Можно назвать это взрослением. Со временем мебель только изнашивается. Возможность расти привилегия данная только людям. Спасибо, что играл с нами. Наверное, у тебя есть работа с заполнением журнала, да? Я очень рада, что ты решил побыть с нами. На самом деле было очень весело. И не только. Теперь я понимаю, почему такую мебель считают веселой. Большое спасибо, что заставили меня прийти. Давай ставить себе все новые и новые задачи. Найдем еще больше того, о чем ты не знал. О-о-о! Кстати, об этом. Ты когда-нибудь хотел играть на гитаре? Я, конечно, не принуждаю тебя, просто... сложно должно быть. Да-да, наверное, но я буду хорошо объяснять и даже практиковаться с тобой. Хотя я сама не такой большой эксперт. Сначала Канон испугался, что будет выглядеть полным дураком, когда впервые в жизни дотронется до музыкального инструмента. Он знал, как неприятно будет напортачить, но Канон начинал понимать. Естественно, что с первого раза у меня ничего не получится. Сбегая, я никогда ничему не научусь. Никогда ничего не добьюсь. Ага. Разве не поэтому люди любят чувство самосовершенствования? Даже у меня не получалось двигать левой и правой рукой одновременно, когда я только начинала. Но со временем моя ловкость росла и я чувствовала себя все естественнее. Мне бы тоже хотелось достичь такого уровня. если эту цель можно выполнить играя с вами музыку, миледи, я буду рад составить вам компанию. Правда? Да. Уверен, поначалу я буду ужасен. И вы даже можете посчитать меня безнадежным. Но если я буду стараться, то даже напортачить будет не страшно. Я понял это благодаря вам. Ты меня смущаешь. Теперь вы нравитесь мне еще больше, миледи. Несмотря на то, что вы сияли подобно солнцу, я так долго отводил взгляд и никогда не замечал вас, когда вы были совсем рядом. Тогда мне лучше стараться даже больше, чтобы нравится тебе еще сильнее. Серьезных конкурентоспособных слов Кана нахватило, чтобы вогнать Джессику в краску. Но неожиданное его выражение заволокло. Миледи, причина, по которой вы мне нравитесь, слишком ясна. Поэтому я не могу спросить. Что не спросить? Что не спросить? Были ли такие лампы у нас? Таких тоже, по-моему, еще не было. Ламповость новеллы возрастает. Почему я начал вам нравиться? Потому что больше никого нету вокруг. Как минимум. Ну ладно, ладно, не буду, не буду ерничать. В отличие от вас, я совсем не излучаю света. Даже сейчас вы освещаете мне путь, и я просто цепляюсь за вашу спину. Не понимаю, из-за чего вам мог понравиться такой негодяй, как я. Ты ошибаешься? Тебе много чего хорошего, Канан? Позвольте мне спрятать гордость в кулак и спросить, из-за чего я вам понравился, миледи? Канан опустил голову. Он никогда ничему не учился, и поэтому не мог взять инициативу с ней в свои руки. Тем не менее, его расстраивало и печалило то, что он всегда односторонне принимал ее чувства, и мог только отвечать на них. Джешка не знала, что сказать. В конце концов, по сравнению с причиной, по которой она начала нравиться Канану, причина Джессики была куда более распульченной. Она слышала, как Шанан говорит о своей любви с Джорджем, и в школе всегда болтала с подружками об отношениях с мальчиками. Не было ничего странного в том, что ее очаровала идея развития Рована со знакомым лицом противоположного пола. Но если выражаться словами, покажется, что так же можно было поступить с любым соседским мальчиком. И все же, на данный момент в ее сердце были только ее чувства. Канан ей очень нравился, и она по-настоящему хотела полюбить. В результате они, может, будут вместе, а может и нет, но добившись результата, не сдерживаясь, она сможет принять его каким бы он ни был. Вот почему она сумела серьезно отнестись к своим эмоциям. Однако, она не знала, как лучше сказать об этом Канану. Посмотрев на Джессику, в отчаянии закусившую нижнюю губу, он, наконец, понял. Какой же я дурак! А? Что тебе по мне нравится? Сам этот вопрос глупости. Он доказывает, что я несерьезен и не могу разобраться в себе. Ужасно с моей стороны спрашивать у вас это. Неправда! Ведь любая девушка первым делом спрашивает то же самое после того, как ей признаются в любви. Спрашивает, что тебе во мне нравится? С моей стороны было незрело задавать вам такой вопрос. Кому-то может понравиться кто-то настолько незрелый. Стой! Все не... Джессика запаниковала, отчаянно пытаясь объяснить свои чувства. Но Канан был спокоен. И затем он сказал «Тогда я хочу, чтобы вы любили меня так же, как я уже люблю вас. Я сам решил изменить себя ради этого. С трудом могу представить, что вам может нравиться нынешний я. Мой Махаэс. Все, никак не привыкну к этому пуху-фильтру. С тем микрофоном было. Без него до автомата было выверено выверен угол отклонения и так далее. А тут вот с опытом придет. Ну, тут примарочку маленькую, что я хочу, чтобы вы любили меня так же, как я люблю вас. Можно было лучше сказать «Я мечтаю» или «Я...» Или «Мне бы...» Хотелось тоже не очень. То есть слово «хочу» вот эти «хотелки в любви». Можно об этом мечтать и делать для этого все. Вот. И когда это произойдет, вот это будет приятно, чем как просто исполни мое желание. Но однажды во что бы то ни стало... Да. Я абсолютно уверена, что ты станешь замечательным человеком, Канон. Таким крутым парнем, что я не смогу отвести от тебя взгляд. Вот не очень сейчас мотивирующе прозвучало. Совсем. Да. Это как на лурке написано про кавку о том, что на протяжении всей своей жизни считал себя и свои произведения говном, так как признание после жизни не способствует повышению самооценки при жизни. После смерти не способствует повышению самооценки при жизни. Так и тут как-то фразу можно было по-другому подать. Я понимаю, что Джессика без плохих каких-то подтекстов, но все же. до тех пор я буду с тобой. Хотя иногда, знаете, хочется сказать действительно без каких-то вот там подтекстов, а просто бывает неправильно выразишься. И в этом тоже надо понимать, что может ничего плохого посыла никакого плохого не быть. Я думал у Джешки именно так. У нас полно времени. К сожалению, времени осталось не так много. Ведьма будет убивать. Не так много? Мои слова про мебель обычно огорчают вас. Но я должен поговорить с вами об этом. И мне нужно всей душой бороться с этим. О чем ты говоришь? Я больше не хочу слышать это. Я мебель, а вещи не могут любить. Ты человек, а не мебель. Да. Я хотел бы стать человеком. но я по-прежнему мебель. Тогда просто станем. Ведьма однажды объяснила мне. Единственный элемент этого мира. Она сказала, что это любовь. Любовь дается людям, рожденным в этом мире. но для тех, кто не от мира всего, родился мебелью. Она не само собой разумеющаяся. Потом, если провести некую аллегорию, то может родиться мебелью, например, люди с какими-то увечьями. и но они, безусловно, тоже достойны любви, просто не всегда им могут ее дать. чтобы обрести ее, нам нужна магия или чудо. Точно так же сестра и господин Джордж никогда бы не оказались вместе без силы той золотой броши в виде бабочки. Я не совсем понимаю последнюю часть. Что не понимаешь? Расскажи. С начала игры ее большая часть была потрачена на решимость Шаннона и полюбить. Я могу истолковать это как историю о взрослении подростковой решимости парня и девушки называющих себя мебелью. Но от одного из их убеждений не становится не по себе. Почему необходима магия? Это и Шаннон и Каннон называют себя мебелью. Они всегда утверждали, что любовь между мебелью и людьми невозможно. Тут в игру вступила брошь в виде золотой бабочки и как по волшебству между Шаннон и Джорджем завязалась любовь. Вот что они утверждают. Дело может быть не только в невозможности управлять без чудо-магии запретной любовью между людьми разных классов. Да. Я могу принять то, что Шаннон и Каннон слуги, страдающие из-за запретной любви к членам семьи, могут унизить себя как мебелью. Тогда что же ты не можешь принять? Без еще одной магической силы брак будет невозможен. Так считают Шаннон и Каннон. Я никак не могу понять эту часть. После они оба были эмоционально готовы и, несмотря на возможные проблемы с родственниками, вряд ли их браку смогли бы помешать. Встать между двумя людьми, желающими пожениться, так же глупо, как встать перед стилой и пытаться поймать ее. Именно. Раз Джош поклялся до конца жизни защищать своего возлюбленного, ему не нужно бояться оппозиции и лишения наследства родителей. Напротив, это даже можно посчитать идеальным испытанием на его любовь. В общем, они поженятся, несмотря ни на что. Никто не может их остановить. И они оба согласились на помолвку. Никто не может остановить их или воспрепятствовать. Разлучать влюбленную безрассудная затея. Да. Его ж не странно. Магия не нужна. Если бы Шанан и Джордж хотели получить согласие Евы на помолвку, тогда магия действительно была бы необходима. В конце концов, Ева запретила его отношение с ней. Сколько бы Джордж не убеждал Еву насчет Шанан, шансы убедить ее практически равны нулю. Понятно, что в таком случае им бы понадобилось магическое чудо, чтобы Ева признала помолвку. Но Джордж уже поклялся. Ему все равно, примут его родители помолвку или нет. Да. Их помолвке ничто не мешает. И Шанан должна это понимать. Так почему же сейчас, в этот вечер, когда с предложением все вышло так гладко, она до сих пор молится о чуде магии. Мебель утверждает, что даже не вправе вступать в брак без этого чуда. И вот что получается. Шанан приняла предложение Джорджа, но она знает, что есть еще какое-то препятствие, которое нельзя преодолеть без чуда магии. И это препятствие им не побороться собственными силами. Вот почему им нужно чудо, называемое магией. Зачем им магия? Если два человека любят друг друга, какое еще чудо им нужно, чтобы быть вместе? Если они совершенно искренне любят друг друга, это уже чудо. Это сила, которая стоит где-то наравне с магией. И только, наверное, испытав это, можно это понять. Без любви не поймешь. Так там говорилось. Хм, понятно. Физарин слушал оттолкование Энджи с довольной улыбкой. Видимо, она уже пришла к такому выводу и с удовольствием ждала, пока та, наконец, сделает то же самое. Тут же вопросы относятся и к Канону. Любовь между ним и Джешкой только началась, но их эмоции чисты. На их пути ничего не стоит, а они уже любят друг друга даже без золотой броши. Не будет ничего удивительного, если их отношения продлятся годами и в конечном итоге приведут к браку. Им тоже ничего не мешает. Пока они не ищут одобрения Крауса и Нацухи, им тоже не нужно магическое чудо. Именно. Канон наблюдал за жизнью Шанона и изменил свой образ жизни. Затем он раскрыл свои истинные чувства и начал отношения с Джешкой. Им больше не нужна магия. Будь это любовь односторонней, мог бы понадобиться любовь на Талисмане. Но их чувства уже взаимы. Они уже раскрыли друг другу свои намерения. Зачем им все еще нужно чудо? У обеих вещей взаимная любовь. В чуде больше не должно быть необходимости. Так почему они до сих пор желают чуда? К тому же одноброжь, как было показано, дарует только одно чудо. Словно Шанон не решалась, ведь забрав его себе, она автоматически навеки уничтожит шансы Канон на любовь. Так вот вопрос, почему мебели не позволено любить? Вот, кстати, в отношении ее слов, что уже ничто им не помешает, это не так. Могут быть разные, например, обстоятельства, ну, любое возьмем, там, допустим, начинается война, молодой человек вот из пары с такой любви попадает, допустим, в плен. Он может быть жив, но он может быть похищен, увезен в другую страну. Обстоятельства могут быть настолько суровыми, что они больше никогда не увидятся. Да, любовь между ними не пройдет, они могут до конца жизни любить друг друга, даже если больше не увидятся. Но, можно сказать, что что-то им все равно помешало все это воплотить до конца. Так что, ну, ничто не сможет помешать, может быть, ничто не сможет помешать, как бы уже она имела в виду навсегда быть преданными друг другу. Тогда да. А вообще, в жизни много всего, что может помешать. спрашиваешь, почему любовь недопустимо без чуда известного как магия? И еще, золотая брошь в виде бабочки, дарующие несчастным вещам желанную любовь. Что это такое? Да, вот это мне тоже было интересно. Это ведь не приворотный талисман на менструальных выделениях созданный, Это что-то интересное. Кристаллизация магии, разумеется. Однако, как и большую часть магии, ее может сжечь отрицающий магию токсин. Поэтому она действует только на тех, кто верит в магию ведьм. Верно. И поэтому Шанон, способная взаимодействовать со мной, сумела воспользоваться ее преимуществами. Но если бы Шанон уронил ее на песчаный пляж и ничего не знающий поднял, если бы этот человек был отрицающим магию токсином, он бы не смог воспользоваться магической силой броши. Именно, магические предметы ведьм часто теряют свою силу, если их не передают напрямую. Но так же, как ведьма может появиться, если ее признает много людей и отрицающий магию токсин рассеется, так и сила волшебного атрибута может быть сохранена, если многие в нее поверят. Какая ирония. Но как различить это от самоубеждения? И многие могут поверить в силу какого-то предмета и убеждать себя в этом и подставлять какие-то события под действие его силы, но это может быть лишь самообман и самоубеждение. Правда ведь? Например, кто-то там не мог забеременеть, пошла, поцеловала какую-то икону и забеременела. А кто-то, может, с не меньшей верой это делал и не забеременела. А кто-то вообще являлся неверующим и тоже долго не мог забеременеть, а потом забеременел. Ну, это так, к примеру я просто, что в голову приходит. То есть, получается, что это успех в этом деле уже был подтащен под обстоятельства с целованием там этой иконы. Вообще, все это омерзительное действие. Привел этот пример, потом сам от него блевануть захотел. Ну да ладно. Какая ирония. Какую бы магию ведьмы не сотворили, все зависит от того, примет ли ее человек. Я слышала то же самое относительно к медицине. Даже с теми же лекарствами люди, знающие об их действии, испытывают его в большей степени. Вот, думаю, я поняла. Лекарства от простуды подействуют эффективнее, если прочитать описание на пузырьке. Слушая Беату, подумала, что магия напоминает талисман. Рассуждая о магии, большинство людей представляют невероятные чудеса, исполняемые перед толпой. Однако, настоящая магия, которой говорила старшая сестра, напоминала талисман напоминала талисман напоминала так, что-то я потерял логику предложения. Однако, настоящая магия, которой говорила старшая сестра напоминала талисман, не действует, если человек не верит в нее. После напоминала, наверное, нужно двое точек, старшество напоминала. Талисман не действует, если тут как-то со знаками припинаниями намудрили. Джордж очаровывал Шаннон постепенно, когда рос не по дням, а по часам. Но она смирилась, считая, что, будучи из другого класса, никогда не сможет обрести с ним любовь. Именно тогда Беату Ричи воодушевила ее, дав золотую брошь. Если сдаешься, шансов на успехов на успех ноль. Однако с силой магии, если думаешь, что желание может сбыться, шансы на успех, по крайней мере, поднимаются выше нуля. Ноль всегда остается нулем, но если есть хотя бы слабая вероятность, не будет преувеличением сказать, что случилось чудо, раз шансы равнялись нулю. Люди могут использовать магию для отторжения, когда сами же обращают вероятность успеха в ноль и отменяют его. Когда человек не сдается, даже если шансы на успех небольшие, они есть. Чем решительнее становишься, тем выше вероятность. Тут прям какой-то библейский стих припоминается о том, что если ты будешь верить, то увидишь, слава богу, да? Легко представить, что Шаннон вложила в брошь серьезные желания, веря в ее эффекты, постепенно завоевывала любовь Джорджа. Сила веры становится магией. А вселяют другим веру в ведьмы. Вселяют другим веру в ведьмы. Интересное толкование. Если подумать, так и есть. Ну, с этим я не согласен, но посмотрим, что будет объяснено. Но, предположим, ведьма выходит в центр внимания, машет палочкой перед толпой зрителей, и из воздуха появляется кролик. Многие, конечно же, посчитают такую ловкостью рук. Они могут задаться вопросом, как так сделали, но будут уверены, что это не магия, а зааплодируют великолепному трюку, похожему на волшебство. Но что если... Что если в большом древнем храме перед толпой верующих проводится священная церемония с тем же результатом в конечном итоге? Будут ли люди считать это ловкостью рук? В древности, когда развлечений в виде фокусов даже не было, и люди поклонялись божественным духам, такое, несомненно, было бы чудом магии. Ну, в отношении того, что в фокусах не было развлечений, это так спорно, конечно. Тогда вот это могло бы быть магией. Ооо, ведьма, не умеющая колдовать, хочет впервые попробовать. Вот пустая чашка. Внутри ничего нет. Да, пустая. Ну и... Берем... Переворачиваем ее и перевернутой ставим на стол. И... Что дальше? Да, давай закроем глаза и произнесем заклинание. Это была та же конфетная магия, применяемая... примененная для Марии. Старшая Беата ухмыльнулась и закрыла глаза. Увидев это, Беату медленно проговорила заклинание. Ну же, вспомни, что было в чашке. Ну же, вспомни, что было в чашке. Закончив, Беату медленно открыла глаза и убедилась, что старшая сестра повторяет за ней с закрытыми глазами. Из ниоткуда вылетела золотая бабочка. Села на перевернутую чашку и рассыпалась в золотом всплеске. Теперь можно открыть глаза? Да! Открой и проверь содержимое чашки. Что ж, посмотрим, насколько хорошо сработала твоя первая магия. Не торопясь и немного поднимая напряжение, старшая сестра подняла чашку. Ага! Ну и что? Когда чашка была поднята, там лежал золотой лепесток розы. Может ли это быть магия? Да, может. Ты наколадавала золотой лепесток внутри перевернутой чашки. И появилась еще одна разновидность текста золотого цвета. Это что? То, что сотворено магией, теперь будет? Великолепная магия. Если бы такое действие произошло в игре Готика 2, то там бы сказали, убери эту магию. Да? Без любви не увидеть. Понятно. Это можно считать трюком. Или же верить в магию. Все зависит от токсина человека. Опять же, даже если этим можно объяснить магию прошлого, это не объясняет всего. Возвращаясь к сути вопроса, вся эта вера в магию и талисманы не ответили на главный вопрос. Что это за брошь, которая позволяет вещам, так сильно верящим, свою неспособность любить, наконец-то обрести любовь? Если слепо принять историю двух Беату за правду, можно ли предположить, что в магии есть сила, способная отменить их от вторжения? Почему мебель не должна любить? Почему необходима сила магической броши? Да, на первый взгляд, вы с двумя Беату даете ответ, пусть и расплывчатый. Но позволь сказать, как читателю, я не могу принять это таким, как ты представила. Не можешь принять? Трагедия вещей, которых изо всех сил сопротивляются, должна быть гораздо обширнее. Сомневаюсь, что они могли бы пересмотреть свою точку зрения, благодаря одному талисману для создания отношений. Да, брошь сдала шансам нужный шанс быть с Джорджем, но потом она сказала, что хочет углубить их отношения без магии и даже захотела вернуть брошь Беату. В тот момент она временно отвергла чудо магии. Так почему эта сила понадобилась снова? Что ж, могу сказать лишь то, что любовь и брак вовсе не одно и то же. Физарин тихо засмеялась. Должно быть, уже придумала свою теорию и смеялась на... на до сих пор непонявшей Энджа. Скажи, как ты считаешь? Пока не хотелось бы. К тому же, видеть, как ты сомневаешься и давать тебе размышлять тоже радости чтения вслух. Если я скажу тебе свою точку зрения, ты примешь ее и перестанешь думать. И тогда твое чтение уже не будет интересным. Выходит, ты заставляешь меня читать детективный роман, на который уже знаешь ответ, просто чтобы получить удовольствие от наблюдения за моими промахами? Я же ведьма, как-никак. Если хочешь посмеяться над моим плохим вкусом, не сдерживайся, моя Мико. Не дал ей насмеяться, но получилось даже смешнее. Такое... Я понимаю, что часть магии создается верой. Ой, да. И что магия, возможно, глубоко проникает и в мир людей. Я просто вспомнил одну тетю с этим... Ладно. Но сила магии все равно не столь велика. Многие люди посещают храм, чтобы помолиться за успех на экзамене. Однако немногие считают посещение храма причиной своего успеха. Посещают, знаю, успех на экзамене. Ну, это... Это... Почти на уровне за... Помолиться за то, чтобы миллион долларов получить. Ну, пониже, конечно, но тоже такого... Как бы это сказать? Не низкого уровня. Однако немногие считают посещение храма причиной своего успеха. Подобная молитва может лишь успокоить. В любви же, где даже крошечные шансы немного смелости могут вызвать существенные перемены, такая сила может вызвать массивный переворот. Но действительно ли непреодолимая судьба вещей, о которой они утверждают, изменится из-за чего-то подобного? В прошлом волшебная сила броши, соединившая Шаном и Джорджа, была немногим больше талисмана на удачу. Однако сейчас магическая сила, которую мебель ожидает от броши, не просто какой-то талисман, а нечто куда сильнее, будто совершенно другое толкование магии. Если веришь в ловкость рук, она становится магией, но... Но все равно остается не более, чем детским трюком. И это объясняет только часть магии. Они надеются на что-то. Они надеются на что-то с гораздо большей силой, на настоящую магию, а не на ловкость рук. Тогда какую же магию мебель ожидает от этой броши? Золотая брошь в виде бабочки? Магический талисман. Данный Шаном золотой ведьмы в обмен на уничтожение зеркало и сделавший ее любовь успешной. Вот что это такое. Из кармана Канан достал крыло золотой бабочки. Хотя оно одно, по его форме легко догадаться, что изначально это часть предмета в виде бабочки. Магия этой броши была шана нужный и шанс завязать отношения с господином Зоси. Но прежде чем магия была до конца выполнена, она отдала ее мне. Поэтому благодаря силе этой броши я завоевал вашу симпатию, милитис. Неправда. Ты начал мне нравиться из-за моих искренних чувств. Благодарю вас. Вы человек и не верите в магию. Это вполне естественно. Но как мы были сотворенной благодаря магии, само моё существование доказательства существования чуда магии. Прости. О чем ты говоришь? Джессике часто была ясна суть того, что Канан пытался сказать. Но она не могла понять и с горькой улыбкой попросила его повторить. И Шанан и мне. Для успеха в любви нам нужна магия. Ключ к ней это брошь. Я наступил на нее и расколом, поэтому у нас обоих пополовинке. Расколовшись надвое, брошь утратила свою силу. Но если эти части снова соединить, магия вернется. И возродится чудодейственная сила, способная связать человека и мебель. Но одна брошь может исполнить только одно желание. Она может помочь лишь одному из нас вещей. Единственная живое семя любви, что посадила прежняя пронзительно смеявшаяся Беаторича. Она уподобила спелым фруктам людей, которых мучила это семя и зло радовалось этому. Однако волшебство, которое в нем настаивалось, было реальным. Единственная кристаллизация магии, которую золотая ведьма Беаторича оставила в этом мире. Ее блеск увеличился. Что это? Все хорошо. Но не смотрите на нее, иначе ослепнете. Блеск стал еще ярче, сияя словно солнце. Чтобы закрыть глаза руками, Джешка не нуждалась в предупреждении канона. Свет усиливался, как и звук, напоминающий рев ветра или же прилив. Шум ветра и дождя снаружи уже был заглушен. Джессика, которая теперь даже не могла стоять, присела на пол, пока поток звука и света не отступил. Она могла только стонать. Зипар и Фурфур. Появишься ли ты в комментариях под этой частью? А то давненько тебя не видел. Хочется надеяться, что да. но довольно интересная глава завершена. Кума Сава прости, что перебил пожилую женщину. Иногда это нужно. И мы с вами, друзья, будем продолжать в следующей части Виртуозила Game World. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...